Он дается нам при рождении, но и его можно изменить. Из-за неправильного использования он изнашивается. Большинство необходим для работы. Меня зовут Дарья Эдемилер и сегодня ближе к телу... Голос. Можно ли кардинально изменить голос, почему шептать вредно, как диагностировать заболевание гортани за 14 секунд и в каких случаях звать на помощь фониатора, узнаем в этом выпуске. Голос – это уникальное явление, присущее человеку. С его помощью мы способны общаться. Подражать человеческой речи могут только несколько видов животных, например. Попугаи. Пуся, хорошо? Нет, пуся на даче. Пуся на даче акètres. Вороны-грачи, галки-сороки. Хорошая аппетита. Хорошая... Хорошая... Косатки... Hello! Я, 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 я... слоны, дельфины и обезьяны. Это возможно благодаря сложному строению гортани и речевого аппарата. У человека звук рождается во время выхода воздуха из легких через рот и нос. Гортань – это генератор звука. Конкретно в гортань входят анатомические составляющие, это хрящи гортани, голосовые мышцы и, конечно, мускулис вокалис образует голосовые складки. Правильно говорить? Я хочу, чтобы после этой передачи вы все стали более грамотными, говорить голосовые складки, потому что голосовые связки – это неправильное понятие. Все-таки мы разговариваем с вами голосовыми складками. Голосовые складки у всех разные. Именно от их строения зависит, как мы звучим. Если мы возьмем музыкальные инструменты, они тоже имеют струны и тоже имеют резонаторы. Балалайка, гитара, контрабас. Вот от объема резонатора и от длины, толщины струн, собственно, тембр этого инструмента и зависит. Так же и в организме человека. От того, какие голосовые связочки наши, тоненькие, толстые, длинные, у всех физиологически разные. И от того, как расположены резонаторные полости и как человек может пользоваться этими резонаторными полостями, зависит, собственно, и тембр. От тембра и силы голоса, в свою очередь, может зависеть профессия. В списке специальностей, которые неразрывно связаны с голосом, дикторы радио и телевидения, журналисты, преподаватели, сотрудники колл-центров, политики, юристы, менеджеры и, конечно, певцы. Коса моя расплетена, и подруга расплела, А на ушах бренит слеза, Бо с милым разлучилась я. Эльвира Каиль – сопрано молодежного ансамбля песни и танца «Алтай». В коллективе она служит уже седьмой год. Петь начала по любви. Я, ну, я не знаю, как-то с детства сначала, ну, жили в деревне, и пела, как и все дети, там, в ДК, в местном. А потом, когда потребовалось уже определяться с профессией, я поняла, что я больше ничего не умею. Ну, как бы руками, конечно, я могу там что-то делать, но как-то у меня, ну, больше предрасположенности внутри, где-то в мозгах, я не знаю, было именно вот творчество. А потом музыкальный колледж, Академия культуры и большая сцена. На работе Эльвира исполняет народную и классическую музыку. Голос – ее рабочий инструмент. Говорит, что простуда для вокалиста – непозволительная роскошь. Сейчас мы живем в таком климате, холодном. Мы знаем, что такое зима. И, конечно, зимой желательно на улице, если у вас речевая профессия, ну, меньше разговаривать. А лучше вообще не разговаривать. После голосовой нагрузки 10 минут посидеть в тепле, помолчать, а потом выходить на холодный воздух. Вообще для всех представителей речевых профессий существует гигиена голоса. Ее соблюдение полезно и тем, кто голосом не работает. Правило первое. Отказ от курения. Сигаретный дым обжигает дыхательные пути, содержит вредные смолы и канцерогены. При курении голос неизбежно сядет со временем. Также советуют не злоупотреблять алкоголем. Несмотря на миф о коньячке для разогрева, крепкие напитки приводят к сухости и отечности гортани. Но пить нужно. И много. Только воду. Чтобы речевой аппарат работал эффективно и без вреда для носителя, его нужно регулярно смачивать. Следующее правило. Увлажняйте воздух дома. Во время сна мы дышим и ртом тоже. А сухой воздух плохо влияет на голосовые складки. Также важно следить за рационом. Из-за соленого, острого и кислого желудок работает активнее. Это может спровоцировать так называемые забросы. Желудочный сок попадает на слизистые горла, что приводит к раздражению. Также стоит исключить орехи, семечки, шоколад и газировки. Еще нельзя забывать о голосовом покое. Если работа связана с голосом, то нагрузку лучше всего чередовать с молчанием. И под молчанием подразумевается абсолютная тишина. Крик и шепот дают одинаково большую нагрузку на голос. И последнее правило. Высыпайтесь. Голос так же, как и мы, может спать и просыпаться. Если биологические часы будут сбиты, то это может повлиять на то, как мы звучим. Вы все у себя можете продиагностировать заболевание гортани очень простым приемом. Набрать воздух в легкие, произнести звук И и засечь. В норме вы должны продержать звук И 14 секунд. Если не получается 14 секунд протянуть звук И, значит, у вас есть какая-то патология. Моя профессия тоже относится к голосу речевым, поэтому я пришла на прием к врачу, который лечит голос впервые в жизни, чтобы узнать предел своих голосовых возможностей. Кстати, врач-фониатор на весь Алтайский край один. Здравствуйте. Здравствуйте. Фониатор – это врач, который занимается проблемами голоса. Именно к нему обращаются абитуриенты, которые планируют поступать на музыкальные факультеты и звезды эстрады. Например, Любовь Акарачкина работала с Земфирой, Пелагеей и Сергеем Безруковым во время их гастролей в Барнауле. Фониаторы – это лоры, прошедшие специальную переподготовку. Артист музыкального театра Насимин Риманов обращался к этому врачу лишь однажды. Насими работает в академической манере. Классической музыкой заболел в детстве. Неожиданно для родителей. Дом у нас поющий, но никто никогда не выходил за рамки какие-то где-то, чтобы выступать. Ну, отец, правда, выступал. Его звали по свадьбам и так далее, и так далее. Но так, чтобы серьезно, он тоже не относился к этому. Вот, и решил, в общем, добиваться своего. А мы жили в деревне, и поэтому никакого даже в голову никогда никому не пришло, что я поеду в большой город, да еще сам буду там куда-то биться, куда-то в колледж. Учился я, признаюсь, честно, плохо, да, поэтому я это даже и не думал. Ну, вот настолько было заразительно, сам иногда об этом думаю, что это сильно заразило, и все. И ты вот как одержимый, ты хочешь это, и все. В итоге музыкальный колледж и сцена. На семье лирический тенор. Если проще, высокий мужской голос. Для определения певческих голосов существует довольно сложная классификация. Детские голоса делят на альт и дискант, женские на сопрано. И альт. Мужские это тенор. Баритон. И бас. Каждый тип голоса также имеет оттенки. Их очень много. И именно от них зависит манера и диапазон исполнителя. Скажу только проблему русского хорового исполнительства, русского вокального искусства. Нет у нас красивых басов. Мы выродили. Когда-то Россия это была кладезь басового искусства. То есть выходили и гудели органоподобно внизу так. А самые низкие басы называются басы-октависты. Которые просто гудят и чаруют вот какими-то ультразвуками. Сейчас таких басов нет. Это большая редкость. Если на город есть один бас-октавист, это чудо. В Барнауле мы таких на сегодняшний день не знаем. Вообще меня позиционируют педагоги как мецисопрано. И я не знаю, что это значит. Я знаю, что я не беру все нижние ноты и не беру все верхние ноты. То есть я держусь хорошо в серединке. Светлана Привалова узнала, что может петь только в 11 классе. 6 лет в университете она занималась в вокальной студии. Многому научилась. Музыкального образования у девушки никакого. Но зато есть большая музыкальная мечта. Открыть в Барнауле джаз-кафе. Сейчас Светлана выступает с кавер-группой на концертах и корпоративах. В репертуаре музыка разная, но в основном современная эстрада. Светлана говорит, что еще 10 лет назад и не мечтала о нотах, которые может взять сейчас. Голос – как мышца. Если его постоянно тренировать, он меняется. Но препятствием на пути к чистому исполнению могут стать крупные зубы, мягкое небо, искривление носовой перегородки. Голос – это вокализация, это гласные. А речь, в принципе, это же ведь еще и согласные. Значит, это подключается еще и артикуляционная система. То есть система артикуляции, система произношения согласных звуков. То есть не только связки дыхания и резонаторы, а плюс еще и язык, губы, щеки, рот и все-все-все-все-все. Изменить голос как таковой основной характеристический тон трудно, нельзя. Он присущ человеку и он обусловлен физиологическим строением голоса речевого аппарата. А вот обогатить тембрально, обогатить обертонами, конечно, можно. Тембр голоса все-таки меняется, но один раз в жизни, в подростковом возрасте. Голос ломается и у девочек, и у мальчиков, но перемена заметнее всего у юноши. Она происходит из-за гормональной перестройки организма. Причинами потери голоса могут стать болезни горла, проблемы с щитовидной железой или невроза. Голос – это не только физиологическая особенность, это и психическая особенность. Поэтому если слабая психика, то люди очень часто перед выходом на сцену голос теряют. Он перестает почему-то звучать, хотя как бы этому ничего не предвещало, ничто не предвещало беды. Он был готов к концерту, и вдруг за пять минут до выхода до сцены он понимает, что у него что-то там не звучит. Это чисто психологические особенности. Поэтому прежде всего тренируем психику. Маленькой елочке холодно зимой, из лесу елочку взяли мы домой, из лесу елочку взяли мы домой. Бусы повесили, встали в хоровод, весело-весело встретим Новый год. Весело-весело встретим Новый год. Сегодня мы с вами узнали, что даже голосу нужно высыпаться, а шепот так же вреден, как и хрик. Поэтому молчание для таких разговорчивых, как я, не прихоть, а производственная необходимость. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok